Всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать интересную программу, предназначенную для мода Open Computers, которая нужна для контроля врат, добавляемых модом Sargate Craft, ну сокращенно SG Craft. Суть мода в том, что у нас раньше, где-то в годах 2000-х, был такой занятный сериальчик, назывался «Звездные врата» ЗВ-1. Его крутили раньше по ТВ-3, ну и люди, кто постарше, обычно приходили со школы и смотрели его сразу после занятий. Суть в том, что в этом сериале была раса древних, которая построила транспортировочную систему по всей галактике. То есть, к примеру, в одном мире у нас на одной плане стоят такие вот врата, ну и, соответственно, в другом мире также стоят такие врата. И мы с помощью вот такого вот наборного устройства могли набрать код других врат и подключиться к ним, соответственно, осуществлять телепортацию, то есть путешествовать с верстовой скоростью, то есть практически мгновенно. Ну и, собственно, у нас в этом моде добавляются такие вот врата. Собственно, здесь у нас стоят первые врата, вот там у нас стоят вторые врата. Но я написал такую небольшую программку, предназначенную для контроля этих врат, чтобы это было более так наклядно. Скачать ее можно в нашем AppMarket, из нашей операционной системы. Ну и, естественно, про операционную систему расскажу чуть попозже. Так, запускаем программку Stargate. Собственно, у нас сразу отображается интерфейс врат. Они должны быть подключены с помощью, там, хитрожопой системы, с помощью провода из OpenComputers вот через такую вот хреновину. Так, где он тут находится? Так, OpenComputers Stargate интерфейс называется она, короче. Вот. Так, давайте заделаем дырочку. И после того, как вы сделали подключение, вы можете ввести адрес других врат и осуществить, как бы, связь между ними. Давайте пойдем к тем вратам и посмотрим на их адрес. Сейчас воспользуемся компасом, чтобы побыстрее перемещаться. Так, открываем интерфейс врат. И здесь написано, собственно, адрес. По-моему, он уже сразу будет копироваться в буфер обмена или при нажатии Ctrl-C. Ну, вот он, собственно, адрес у нас есть. Так, теперь идем сюда. Нажимаем прямое подключение. Загорается такой вот окошечек. И сюда мы можем с помощью средней кнопки мыши вставить наш адрес. Нажимаем ОК. И врата начинают набор адресов. Такую красивую анимацию с таким звуком занятным. Все точно так же, как в сериале. Ну, соответственно, у нас на экране также отображается так называемый шеврон. Хотя фиговина называется шеврона. Ну, в принципе, кто смотрел, тот знает. Вот. То есть шеврон осуществляет набор. Сейчас осуществляется подключение к другим вратам. И у нас такая вот загорается анимация, что врата подключены. Ну, и, соответственно, мы можем через них прямо проходить и мгновенно перемещаться в другую точку, соответственно, карты. То есть, где бы вы ни находились, на любом расстоянии. Также эта система работает между мирами. Для этого необходимо установить апгрейд шевронов. Находится он вот здесь. Вот такая вот фиговинка. Просто берете ее в руки, кликаете на врата. Как бы, это шпал shift плюс клик. И добавляется дополнительные шевроны, чтобы перемещаться там между адом, краем и так далее. Можно отключиться от врат, если вы так хотите. Можно подключиться обратно. Можно добавить последний набранный номер врат в контакт. Так, нажимаете добавить. Выбираете название. Гей какой-то. Так вот. И, соответственно, можно по этому контакту уже будет подключаться напрямую. То есть, не вводя адрес вручную. Сейчас осуществится подключение. И, собственно, покажу остальные функции. Также у нас имеется кнопочка под названием закрыть Iris. Ну, суть в том, что раньше в сериале, чтобы защитить Землю от вторжения инопланетян, была создана такая система защиты. Выглядит как диафрагma. Давайте нажмем ее, собственно. Все, поймете. И как только, соответственно, кто-то пытается пройти через врата, он мгновенно расплющивается в лепешечку. Вот об эту заслонку. То есть, поскольку у нас врата работают на реинтеграции материи, то есть при входе врата вы расщепляетесь на субатомные частицы, а при выходе вы обратно собираетесь. И поскольку вот эта заслонка стоит слишком близко к вот этой хреновине, не знаю, как назвать ее правильно, скажем так, к жидкости непонятной, то вы не успеваете материализоваться, и, соответственно, вас просто вы уголовенно уничтожаете. То есть, неважно, какая у вас будет броня, там квантовая, не квантовая, вы можете, собственно, в этом убедиться. Давайте возьмем квантовую броню какую-нибудь, там нажмем, просто по приколу. Так. Извиняюсь там за звуки, у нас просто сейчас лето, очень жарко. Так, возьмем броню, 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 какие-нибудь сапожки, фиговину, шлемчик, ну и хватит. Надеваем, идем к всем вратам, у нас здесь заслонка закрыта, врата активны. Ну, разумеется, у меня там также активна такая программа, и он автоматом будет у вас осуществлять эти наборы, зажигать эти шевроны и так далее. Автоматом все это будет проигрываться анимация. Смотрите, заходим в врата. Так, а, destination, нам нужно из креатива выйти. Так, game mode, game mode, mode 0. Отлично, то есть мы находимся в режиме выживания, заходим и мгновенно умираем. То есть неважно какая у вас броня, неважно какая защита, вы в любом случае умрете, поскольку защита у нас очень хорошая. Ну, соответственно, вы также можете отправить другим вратам сообщение. То есть если вы хотите связаться с вашим товарищем, который находится в другой точке карты, не используя чат, вы можете нажимать кнопочку сообщения и ввести, скажем, слышь, пидар, заслонку открой. Ну, разумеется, нужно делать с того компа, потому что у нас здесь закрыта заслонка, но неважно. Нажимаете, собственно, окей, и сообщение будет отправлено у вас на контактный адрес. Но, разумеется, для отправки сообщения вы должны обязательно сделать подключение к другим вратам. Ну и, собственно, у нас здесь такое вот сообщение есть. То есть вы можете, соответственно, общаться с вашим товарищем, не прибегая к чату, не прибегая к другим методам. Вот. Также у нас здесь показываются затраты энергии на активацию. У мода вообще есть довольно-таки интересная система энергии. У него есть, во-первых, собственная руда, которая называется на квадах, ну, как по сериалу, собственно. И также есть интеграция с модом Industrial Craft 2. Вот такая вот фиговина. То есть если вам захочется запитать их от другого источника энергии. Так. Ну, давайте, собственно, покажу, как можно построить собственные звездные ворота где-нибудь. У меня там еще одни, правда, стоят. Ну, ладно. Так. Берем сам корпус врат, берем шеврон, берем базу. Сначала ставим базу. Вот так вот. Затем ставим вот такие вот фиговины. Затем ставим шевроны. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, примерно, я думаю, суть понятна. Так. Итак. У вас получились ворота. Далее вы можете их открыть и поставить сюда блок камуфляжа. Ну, то есть, чтобы было как-то все дело покрасивее. Давайте сделаем, допустим, из какого-нибудь... Из алмазных блоков. Мы же богаты дофига. Вот так вот. Получишь что-то типа такого. Может, пласяточку еще сделать симпатичную. Ну, разумеется, для того, чтобы их самым простым образом контролировать, вам необходимо, во-первых, поставить сюда наборное устройство, чтобы запитать их автоматические энергии, не используя какой-нибудь мод Индастриалкрафт 2. Во-вторых, выбрать руду на квадаха. Закинуть сюда ее. Ну, и, в принципе, все. Вы уже можете телепортироваться к все врата. Ну, и также, на всякий случай, я добавлю апгрейд шевронов. Вот сюда. Так. Они, по идее, здесь должны у нас где-то снизу появиться. Сейчас увидите. Так. Убрать, 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 убрать. Ну, вон тут они вот снизу, видите, стоят, эти фиговинки. Это нужно для телепортации между адом и краем. То есть, если вы хотите попасть в ад и край из обычного мира. Ну, собственно, все. Вы сюда уже можете вводить адрес этих врат. Так. Какой у нас там адрес-то был? Сейчас посмотрим. Давайте отключимся. Они, кстати, через некоторое время автоматически отключаются, но мы можем отключиться вручную, чтобы не париться. Так. Открыть Айрис. Так. И посмотрим на их адрес. Скопировали. Что-то там QANZ. Бла-бла. Интересно, вставить могу сюда, нет? Посмотрим сейчас. Так. Открываем. Вставляем. Нет, не могу. Значит, вводим вручную. Так. QANZ. 151. Что-то там было. SA. Зажимаем. И врата даже осуществляют подключение без компьютера. То есть, прямо к этим. Ну, разумеется, видите, у нас здесь отображается также анимация, что какое-то устройство набирает адрес на наших вратах. Вот такая, в принципе, занятная программа. Ну, я думаю, улдфаги, в принципе, оценят. Потому что довольно-таки классная штука. И сериал, в принципе, был довольно-таки популярен в свое время. Ну, собственно, я сейчас уже начинаю его пересматривать. Очень давно смотрел. И, кстати, если вы стоите в какой-то очень крутой броне, вот прямо вот здесь, вот, в момент того, когда врата непосредственно активируется, то вас в любом случае убьет, потому что эта волна, она, в общем, тоже там ничего хорошего с вами не сделает. Ну, собственно, все. Так же у нас в новой версии OpenComputers, ну, собственно, не касается этой темы врат, появилось обновление, которое убирает программку Postbin по умолчанию. В общем, раньше у нас как операционная система наша ставилась, чтобы все эти программы, собственно, ставить? Мы писали Postbin, там, run, бла-бла-бла-бла-бла. Но у нас будет писать, что файл Postbin не найден. Значит, как эту проблему исправить? У нас мод OpenComputers теперь добавляет вот такую вот дискетку. Называется она Internet Card Software. В общем, ставите куда-нибудь дисковод. Где он тут, господи? Еще найдем. Ставите сюда дисковод, запихиваете в него эту хрень, пишем Postbin, ну и, собственно, у вас уже появляется сразу файл Postbin, который хранится на этой диске, то есть компьютер будет грузить вот отсюда его. Ну и, разумеется, вы дальше можете писать там Postbin, run, там, 0NM5B1GU, установить ОС, и уже из ОС поставить нашу программку Звездных Врат. Вот такая сложная система, но, по крайней мере, спасибо автору моду в кавычках за такую вот геморрой на нашу задницу. Ну и также, разумеется, ссылка на мод SGCraft будет в описании видео, чтобы вам было попроще. Ну и, в принципе, все. Надеюсь, вам эта программка понравилась, этот мод понравился, и, надеюсь, он нас найдет достойное применение в ваших руках. Так что всем спасибо, до новых видео, до новых встреч.